Сегодня творчество Евгения Улукбашева знакомо не только российской публике, но и зрителям зарубежья. Хакасский артист покорил своим талантом Америку, Нидерланды, Англию, Францию. К такому успеху судьба вела его с детства. Мама и папа артиста очень любили музыку, прививали эту любовь и Жене. Когда мальчишка пошел во второй класс, его записали в музыкальную школу в Есино. Там он освоил свой первый инструмент – баян. Первый раз я вышел на сцену, я вот до сих пор помню, на 8 марта весной с баяном. И когда я стал играть на сцене, в зале сидели, люди там смеялись. Сцена же повыше идет, у меня из-за баяна лица не было видно, поэтому я там играю, мне не видно. Вот поэтому люди там смеялись. Хоть этот случай и смутил юного артиста, но музыку он не бросил. За баяном Женя освоил и другие инструменты. Сегодня он виртуозно играет на хомосе, чатхане, хобрахе. Однако славу артисту принесло горловое пение. Евгений Александрович признается, эти звуки уносят его в детские воспоминания, когда он мальчонкой гулял по тайге и наслаждался звуками родной природы. Раскрыть талант и завоевать сердца зрителей Евгению Лукбашеву помогла республиканская филармония. Сюда он попал в 90-е годы, сразу после армии. Народная артистка Хакасии Нина Демешева – одна из тех, кто наблюдал за становлением артиста. Женя, она знакома около 30 лет. Признается, он не перестает ее удивлять. Не талантом, добротой. Заботливый сын, заботливый отец. У него двое детей. Требовательно, в то же время он очень хороший отец. Очень любит свою маму, он постоянно к ней ездит, заботится о ней. Вот это очень трогает меня, как человека, у которого тоже есть дети. Друзья Евгения Лукбашева по сцене признаются – известность ничуть его не испортила. Артист регулярно выступает в самых отдаленных уголках республики, а еще преподает музыку ребятишкам. К слову, некоторых из них жители и гости Хакасии смогут увидеть с 16 марта. Юные звездочки придут поздравить своего наставника с 50-летием. Юбилейный концерт состоится в Республиканской филармонии в 16 часов. Выйдет на сцену и сам именинник. Зрители услышат его лучшие произведения, написанные в разные годы творчества, а также известные композиции других хакасских музыкантов. Виктория Титова, Антон Михайлов, РТС.